Дом-мастерская художника Ильевитана – ценный объект культурного наследия федерального значения. Дом, где с 1889 года жил, работал и скончался выдающийся российский художник, мастер пейзажа, основоположник жанра, пейзаж настроения Исаак Ильич Левитан. Здание отмечено мемориальной доской. В гостях у Ильевитана бывали Ф.И. Шаляпин, К.А. Тимирязев, А.П. Чехов, В.А. Серов, А.М. Воснецов, К.А. Коровин. В настоящее время в доме размещаются мастерские аспирантов Российской Академии Художеств. История. Классический флигель середины XIX века во владении Марии Федоровны Морозовой, известной и уважаемой московской благотворительницы, был перестроен в 1889 году архитектором П.А. Дритенпрейсом на ее средства с сыном Сергеем для своих занятий рисованием, но в том же году он уступил дом своему другу Ильич Левитану. Во дворе городской усадьбы Марии Федоровны Морозовой уже существовал жилой флигель, в котором Сергей оборудовал художественную мастерскую. Видимо, разуверившись в себе как в пейзажисты, он передал мастерскую в безвозмездное пользование все еще бездомному Левитану, своему другу и кумиру. В начале только мастерскую, а позже и весь флигель, что дало возможность художнику до конца жизни не заботиться более ни о жилье, ни о мастерской. По воспоминаниям современников, возле флигеля росли большие кусты сиреней. Внизу находились жилые комнаты, пол в которых был затянут серым сукном, а весь второй этаж, куда вела витая лестница, занимала просторная, с верхним светом и окнами на север мастерская. Среди мольбертов и картин стояло несколько кресел, пианино, физгармонии. В книге «Москва и москвичи» В.А. Гелеровский описывает эти события. Через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела, отвела ему уютный, прекрасный мебелированный дом, где он написал свои лучшие вещи. На фотографии видна первоначальная классическая структура одноэтажного флигеля с выступающей ротондой с полуколоннами. В 1889 году фасады были украшены наличниками, центральная часть повышена и декорирована кокошниками. Самый крупный из них имел большое окно. Кроме того, был устроен верхний свет, необходимый для занятий живописью. Овенчала купол небольшая башенка с флюгером в виде стрелы. Здесь, в Морозовском владении, написаны практически все шедевры над вечным покоем. Золотая осень, март, озеро, Русь и ДР. В 1899-1900 годах посетил мастерскую Левитана Каатимирязев, хвалил его произведения, показывал свои фотографии. Как известно, великий физиолог и ботаник увлекается не только научным, но и художественно-образным восприятием природы и ее отражением в поэзии и живописи. В конце 1892 года в мастерской побывали великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. В этом доме 1893 год в.а. Серов написал прекрасные портреты и Левитана. В мастерской на трехсветительском бывали и Софья Кувшинникова, и Алексей Степанов, и Поленов, и Коровин, и Архипов, и Нестеров, и многие другие знакомые художники. Коллекционеры отсюда Левитана хоронили в июле 1900 года. На прощании были Морозовы, В. Асеров, А. М. Васнецов, К. А. Коровин и Состроухов, Н. А. Касаткин, Л. О. Пастернак, В. В. Переплесчиков, К. Ф. Йон, В. Белынницкий, Беруля, художественный критик, П. Д. Тингер. Ученики, знакомые, почитатели таланта художника, современное состояние. В советское время здание потеряло большинство элементов своего декора. Часть одноэтажного флигеля была снесена. Подход к фасадной части перекрыт забором и гаражом. Установлена мемориальная доска Е. Левитану. Внутреннее пространство приспособлено под мастерские аспирантов Российской Академии Художеств. К 150-летнему юбилею Е. Левитана предпринимались попытки восстановить его дом, но здание по-прежнему пребывает в плачевном состоянии.